Прямой эфир телеканала Матч Страна продолжает выпуск новостей. Меня зовут Дмитрий Томняковский. Здравствуйте. В Нижнем Новгороде сегодня завершает работу форума «Россия. Спортивная держава». Деловая программа второго дня включает все многочисленные круглые столы, мастер-классы, дискуссии, презентации. И сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Михаил Гариванов, который готов побеседовать с очередным гостем форума. Миша, приветствую тебя. Тебе слово. Да, Дмитрий, приветствую тебя. Мы продолжаем работать на международном форуме «Россия. Спортивная держава». Одна интересная дискуссия сменяет другую. Хочется побывать, конечно, на всех, но прямо сейчас мы наблюдаем за дискуссией под названием «Спорт для всех». Название вроде бы понятное, но интригующее. И прямо сейчас мы сможем поговорить с президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилием Гуметович Алиев. Здравствуйте, во-первых. Расскажите, пожалуйста, название дискуссии «Спорт для всех». А разве прямо сейчас спорт не для всех? Есть какие-то ограничения? То есть каждый не может заниматься или что? Ну, данный форум и тем более наша панельная дискуссия, которая проходит сейчас, она как раз и затрагивает темы, как различные федерации и другие спортивные организации могут предложить свои варианты развития для различных социальных и возрастных групп населения нашей страны. То есть спортом смогли заниматься вообще все? Если спортом занимаются все, то спорт делится на разные виды спорта, на разные дисциплины. И спорт делится на профессиональный, массовый, студенческий, школьный, любительский, спорт пенсионеров, инвалидов. И вот здесь мы, в общем-то, спортивные федерации конкурируем между собой, предлагая государству те или иные варианты развития. Что предлагает Ассоциация мини-футбола России? Как вы хотите вовлечь еще больше людей в ваш вид спорта? Ассоциация мини-футбола России на этом форуме презентует свой проект мини-футбол-школу, которому уже исполнилось 15 лет, и мы успешно его реализуем. 30% общеобразовательных школ сегодня вовлечены в этот процесс. Это большое количество школьников в возрасте от 10 до 17 лет занимаются мини-футболом в своих родных школах. Вторым шагом и вторым проектом является наш проект мини-футбол вузы. Дети заканчивают школу, переходят в высшие учебные заведения и уже занимаются мини-футболом в стенах своих университетов и академий. И нашим третьим проектом является, после поручения президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, вовлечь трудящуюся молодежь, и не только молодежь, которые занимаются бизнесом, работают в различных структурах, на как объединить этих людей. Мы предлагаем площадку мини-футбола для того, чтобы крупные корпорации, проводя свои различные турниры, могли объединиться в двух турнирах – в чемпионате России и в Кубке страны для трудящихся наших. Получается, такая у нас пирамида, которая выстраивается по возрастам. Что в будущем, как она будет работать, сможем ли мы больше людей таким образом вовлечь в мини-футбол? Ну, спорт – неотъемлемая часть успешного государства. Если у основания нашей пирамиды есть сегодня серьезное основание, то и перспективы будут прекрасными. Основной целью развития вот этих направлений – это вовлечение большого количества людей в этот процесс, и результат не заставляет себя ждать. Сегодня выходцы из этих проектов, вроде бы любительских, массовых, школьных, являются уже участниками профессиональных соревнований и выступают даже на уровне Олимпийских игр. Классно. Надеемся, что все эти слова сбудутся, и мы сможем вовлечь в мини-футбол во все виды спорта как можно больше людей. Я возвращаю коллегам слово, потому что форум продолжает свою жизнь. Дмитрий, тебе слово. Спасибо, Михаил. На прямой связи со студией из Нижнего Новгорода был наш корреспондент Михаил Горевланов. Он работает на форуме «Россия – спортивная держава».